Музыка Музыка Всем привет Музыка Давайте ее знакомим Музыка Мою маму зовут Юля Музыка Моего папу зовут Кожда Музыка Музыка А меня зовут Аня Музыка 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 Зашли мы в Дубай Молл И вот здесь сразу на входе Дентал клиник Стоматологическая клиника Причем Тис вайтонин спа Короче чистка зубов И спа Вот такие вот кабинки Открытое тут помещение Вот такие вот кабинки То есть зубы почистят и сделают твоим зубиком спа Процедуру И стоит это Вот здесь вот цена висит Получается 2520 дирхан Это чистка Потом Органик Органической зубной пастой Домашняя Ну короче в общем Какие-то домашние Наборы для чистки Дают Ручку для чистки Еще видно карандаш какой-то Который чистит зубы И 1890 дирхан стоит чистка И органическая паста Ну вот так вот можно тут приехать И почистить себе зубки Прикольно В Дубай-моле мы нашли каток Это сейчас загремится Такой уже из настоящего льда Тут деткам дают вот таких вот пингвинчиков Ну наверное и взрослым Которые не умеют кататься А можно тоже пингвинчик Ну и вот А можно пожалуйста Припожалуйста У меня пингвинчика и я поеду Катаются Да люди Прикольно А можно у меня пингвинчика и я поеду Видишь люди все одеты тепло Мы Мы не оделись для катка Ну честно Да А нет Ну на катке мы можем И у нас в Украине покататься Пойдем Пойдем Да Девочка вон там Фигуристка Пойдем Продолжаем обзор Брендовых магазинов Такие кроссовки Мне очень нравятся Вот Они есть Разных Стоят 4200 дирхан Мне нравятся Такие Малиновые Так Что тут у нас Здесь кроссовки Такие тяжеловаты Ой а вот обувь для Для нашей страны Вот такие вот ботинки Стоят они 5700 дирхан Сумочки кстати такая прикольная сумочка Чемоданчик Никогда не смотрела Такую форму Ну довольно таки неплохие Вот такие вот ботинки Я когда-то мерила Какие-то они были неудобные Давили пальцы Ой а вот классная сумка Наверху Да Мне такая очень нравится Она большая Вместительная Удобная Я так думаю Вот такие вот здесь диванчики Можья могут сидеть Отдыхать Вот такие ароматы Ароматы стоят 300 долларов Там есть секретная комната в которой Покупатели Кстати во всех этих брендовых магазинах Предлагают напитки разные Шампанское Воду Вот Прада Потеряла я своих Куда-то они убежали Сейчас зайду в Прада Последняя коллекция Вот с такими сумочками Я так понимаю вышла Я видела такие женские Смотрела У меня есть байер Которая живет в Италии И если что-то надо Можно через нее заказывать И вот я смотрела Она выставляла такие вот кроссовки О привет А где вы потерялись? Ой мы тоже тебя потеряли Да? Такая сумочка Такие маленькие Ой они не кожаные Они такие Тряпчаные Тряпчаные Они не кожаные Да Они все такие Да Тряпчаные Ой а вот мои кроссовки Смотри какие розовые Как ты любишь Такие прикольные Спортивные Тоже они Тряпчаные Подожди Не вижу сколько они стоят Нету цены Да Это нужно у них уточнять 36 размер кстати мой И везде вот такие вот Маленькие Кошелечки Какой? Значок Прада? Ой Это заколочки Такие вот заколочки Прада есть Да Ты знаешь Анют Не знаю даже что тебе сказать Ой А вон мне понравилась такая сумочка Сейчас я ее достану наверху Давайте покажу Да Вот такая вот сумочка Кстати очень прикольная Сейчас я посмотрю сколько она стоит В общем сумочка которая мне понравилась стоит 2 700 долларов А ты не такого плана себе что-то покупал? Не? Да Не такие ты себе покупал? Что? Купил? Да Или вон Такие уже даже нету Короче все тут меняется все коллекции Что уже то что было Пойдем В общем здесь такие в коридорах Да сейчас идем Сейчас зайдем еще в Балентиагу Ну в общем Что-то тут цены такие Прада 2 700 сумка мне понравилась Первый раз за весь наш отдых сумка Ну вот в Балентиаге есть вот такие вот кошельки Это можно подарить своему ребенку для игры Я такую Такую хочешь сумку? Не ну они прикольные они такие прям игрушечные В общем такой кошелек Кошелечек такой А ну Ну Давай посмотрим сколько он стоит Ну Чтобы Чтобы было понятно Он стоит 3190 дирхан Ого Дорого Это почти 1000 долларов Да 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 Ну вот если кто-то хочет кошелек То можно купить Да Такой кошелек Вот такие носки Да Носки Даже боюсь смотреть сколько они стоят Нету цены На носочки Кстати прикольные такие кроссовки Но они настолько тяжелые Что я даже не представляю себе А можно я подробно Как они Да 3950 Дирхан Они такие сейчас тяжелые 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 Нет Нет Но мне показались А вот известные всем тапочки Вот эти вот Уже легкие Так они смотрятся странно как-то не знаю Тут все тряпчаные Малютка Тяжелые 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 Класс Такая маленькая сумочка Стоит Ой, есть вот такие вот прям бархатные. И вот такие вот туфельки. Розовые, да. 35 размер. Цены нету. Сейчас померим. Мне интересно, как они на ноге смотрятся. Хочу померить, посмотреть, как эти смешные туфли смотрятся на ноге. Ну, они на меня маленькие. Но они реально такие смешные. Вообще какие-то неудобные. Нет, нанеси. Это для взрослых. Такой вот каблук тут маленький. Они на меня маленькие, но они такие, кажется, большими и неудобные вообще абсолютно. Здесь такой маленький каблук. Вот. Ну. Вот такая вот модница подрастает. Стоит эта сумочка 4,110. Получается где-то тысячу... А больше, чем маленькая? Тысячу сто долларов. Да. То есть почти как маленькая. Такие тут каблуки смешные. Эксклюзивно описаны. И вот мужская коллекция. Тоже такие яркие тапки. Я думаю, они должны быть удобны. Ну вот цен нету. носочки. носочки такие прикольные. Тоже яркие. Под ботинки можно. Вот такая вот сумка. Такой рюкзак. И в Сен-Лоран. Ну что, скучаете? А вы в Сен-Лоран пойдем со мной? Вот такие вот норковые тапочки. Ну да, это только для жителей Эмиратов. У нас в таких тапочках не походишь. Они будут сразу в пыле и в грязи. Такие вот эскадрильи. Блин, ну что на и цены не пишут? Тебе понравилась норка? Древние. Древние. Вот такие вот сумочки. Типа такой, как я смотрела в Прадо. Вот такая вот сумочка. Стоит 6900. Верхам. Я уже, если честно, надоела переводить в доллары. Ну, кстати, тоже прикольно. Мне нравятся такие удобные. Телефон положил, кошелек и пошел. Довольно-таки неплохая, прикольная. Я Сен-Лоран. Я помню раньше, когда ты смотрела телевизор, и, по-моему, Алина Апина пела песню про Сен-Лорана. И я смотрела и думала, вау. Сейчас снимаю, да. Думала, вау. Сен-Лоран. Это что-то нереальное. Оказывается, реальное. Ну, наподобие. Только у меня не этого бренда. И вот еще такая сумочка. Но там мне понравилось больше. Что-то поменьше. И оно как-то по-другому сделано. Более прикольно. Вот оно, в таком еще цвете, в белом есть. Ну, не в белом, в таком молочном. В белом такой. Каблуки такие прикольные. Что-то я давно каблуки не носила. Говорю, каблуки такие прикольные, давно каблуки не носила. Ой, очки тут тоже такие всякие. В общем, я себе нашла новую форму очков. Которая мне идет. Глянь, какие мурные мужские. Вот мы одели очки. Я такие очки, кстати, мерила, но купила другие. Ну, прикольно. Мне твои нравятся. Так, а вот мы нашли стенд обувь со скидкой. Давайте посмотрим. Босоножки Валентина. Вот они были 1900, сейчас они 1158. Сейчас в Дубае шоппинг фестиваль. Он длится, по-моему, с 19 декабря по 31 января. То есть в магазинах скидки до 70%. Вот в этот период. А там 38. Это размер, Анютка. Это не... Да, вот есть вот такие вот сапожки. Таким вот каблуком интересные. Такой каблук, да, вообще. Интересно, что это. Он интересный. Какой-то... Такой шахматный. Я даже такого не знаю. Джек Квимус какой-то. Да. Ну да, много всяких, да? Да. Сейчас тут посмотрим. Такие вот сапоги. Ботфорты для любителей. Такие они высокие, прикольные. Я просто обожаю ботфорты. Вот 36 размер мой. Такие вот красивые. Сапожки, что ли. Туфли. Туфли. Вот. Получается. 400 долларов. Тоже со скидкой. Скидка. 1000 дирхан. Не знаю. Мне, кроме ботфортов, пока ничего не пригляделось. Как-то. Все так. Такие какие-то... Не знаю. Старые какие-то коллекции, что ли. Так сказать. Так, а там что, не смотрела? Что за бренды? Давай посмотрим. Смотрела. Вот такая вот стала Маккартни. Такие они космические. Неинтересно. В общем, ребенку нашему неинтересно. На нет. Ну. Видишь, тут в основном все для... Для взрослых, да. Ну, ничего, что... Тоже хочешь? Для детей. Я так понимаю, только... Только нас устраивает магазин и конфет? Да? Игруша? А тут, да, есть. О, она тут... Да, столько обуви, блин. Капец. Лаза, конечно, разбивается. В какую сторону идти? Даже не знаю, куда. Столько бренда. Ой, нашла. А пойдем, я тебе вон покажу. Смотри. А вот какие каблучки. Необычные. Не знаю, как не ходить. Я вообще люблю очень удобные вот шлепки. Шлепки, мне кажется, они в любом исполнении удобные. На каблуке, без каблука. У меня такие каблуки. Да, красивые. Ну, я не хочу. У меня на каблуке есть много обуви. Я сейчас ее не часто ношу. Вон, хотела показать шлепки с юпочкой. Вот такие вот необычные босоножки. 2,700 дирхам. Пай ферри какой-то. Не знаю такого. Реально столько бренда, оказывается, есть, которые мы не знаем. И вот такой каблук. Интересно. Как в нем ходить? Так, надо попробовать. 750. Я, в общем, решила обуть, попробовать. Как же в таком каблуке можно ходить? Удобно или нет? Сейчас вам скажу. Да, сейчас. Ну, вот это выглядит на ноге вот так. В принципе, на ноге смотрится довольно-таки элегантно. Но, честно, каблук посреди, даже в конце пятки, да, как-то мне неудобно, особенно после... Ну, красиво. Красиво смотрится. Да. Ну, тяжело ходить сейчас. Стоит эта красота 2040 дирхан. Просто все мы привыкли к стандартным каблукам. А реально дизайнеры придумывают, ну, просто, какие ты хочешь каблуки. И такие. А вот. Как вам такой каблучок? Правда? Совсем необычный. И вот такой вот даже есть. Ну, прикольно. Это Шанель. Я подумала, что кто-то вот сидит на полочке издалека. Ой, такие кроссовки. Кстати, прикольно очень даже. 2250 дирхан. А я не знаю что-то. Может, кто-то что-то забыл? Пошки такие. Семерно. Да? Такой нежный мех. Такой, как тоненькая дубленка. Кто-то мерил, наверное, или просто носочки. Ой, а вот такие необычные боты. Вообще прикольно. Ну, надо проверить. Они такие сделаны, как из клеенки. То есть, они такие легенькие. Такая сумочка. Ну, такой. Легкий вот. Сейчас, маленький пусик, я посмотрю. Давай, сейчас выйдем с магазина. Смотри, не забудь свои вещи, пожалуйста. Вот такая вот сумочка маленькая. Сейчас открой ее. Посмотрю, сколько она стоит. В общем, сумочка эта стоит 5 тысяч долларов. Почти. 4,5 где-то. Это обалдеет Мил Мил. То есть, маленькая сумочка в Шанель стоит почти 5 тысяч долларов. Представляешь? Вот мы зашли в Мил Мил. Тут такие босоножки. Красивые. Это кристаллы, термо-кристаллы. Кристаллы. Это не очень вкусные. Это очень шеклотно. Да, красивые. Да. Да, говорят, кристаллы очень удобные. Последняя коллекция. В общем, тут все такое. Все такое в камнях. Ну, это, да, такой фэшн. Выход. Куда-то на Новый год. В отелях. В отелях. Бульшер Аб. Эллинг Кимейра. А вот вообще, ну, красивые, да. А вот я смотрела сумочки. Мне очень понравилось вот это. Классно. А есть вот такие маленькие. Это зеленая. Это стоит где-то 1900 долларов. Ну, очень классно. Вот Луи Виттон. Эти кроссовки, которые я смотрела. Но они реально прикольные. Пошли, мам. Да, пойдем. Мы просто идем, и по дороге попадаются магазины, и мы просто заходим. А Нюхта хочет пойти. Кого? Своего. Ну, Анюта ручку хочет потерять. А вот Валма. Какой популярный магазин. Тут футболки продаются. И здесь все время такой ажиотаж и очередь. Это буква Б. Пойдем посмотрим. Мама, тут магазин не писал. Да, тут, кстати, скидки 70-75%. Вот поэтому здесь предвиж. Проходи, проходи. Ну, вот. Морская сумочка такая. 360. Я уже, кстати, переводить устала. В этих верхам. Доллары. Боже, здесь. Здесь, в общем, мы по-быстрому. Мы не будем тут ходить. О, Мила, я тебе носки нашла. Не хочешь? По колено. Такие носки странные. В общем, там такой движ. Мы отсюда уходим. Тут скидки. Ой, а вон там выход. Пойдем сюда. Ну, здесь вот такие вот футболки продаются. Ну, конечно. Получается, она стала 1960, а сейчас 490. Да. Конечно, я поняла, почему здесь. Да, почему здесь такой движ. Мы вот уже второй раз хотим попасть в магазин Эппо. Здесь опять очередь. И опять наверняка полный магазин они не пускают. В прошлый раз мы хотели попасть. Нам сказали, нужно 20 минут подождать, потому что магазин полный. Ну, в общем, Эппл это нечто. Это просто. Причем во всем мире. Магазин Эппл это самый популярный магазин. Ну, хочется вовнутрь зайти, но как-то это у нас, я даже не знаю, как туда попасть. Реально. Какой-то бред. Ну, понятно, что в наших странах Эппла нету. Вернее, в нашей стране. В магазине людей немного, но... Блин, вы ставите эту очередь. Не очень хочется. Но нам очень надо. Ну, а очередь что там, что там? Я даже не знаю. Там чехлы. И они еще и плюс подходят к тебе и спрашивают. Ты типа что-то хочешь купить или что, или как? Тоже как-то странно. Первый раз такое вижу. Может быть связано это с ковидом. Но нигде к нам не подходили консультанты и не говорили, нужна вам помощь или нет при заходе. Вот такая инсталляция, да? Вот здесь вот впереди. А так вон там выход же был, нет? В общем, решили мы не идти в Эппл, потому что мы лучше пойдем погуляем. Это Карла Герфельд. Такой блестящий. 1695. Такая ветровка. Такое вот платьишко. Кстати, прикольно. Такие рукава необычные, только блестящие. Довольно-таки прикольная платьишка. Мне нравится. Так, хочу найти, сколько оно стоит. Короче, в каждом магазине работают русскоязычные 2250. Русскоязычные девочки. Поэтому, если вдруг кто не знает английского, это не проблема. Ну, реально прикольно. Ну, такое оно необычное, я не знаю. Как по мне. Такой из всего, что тут есть. Такая юбка-плассировка. Такой плашик. Такой яркий кошелек. Кожанное линии платья. Вот, в кадр лагерь Федди подошла ко мне девочка, русскоязычная, говорит. Извините, у нас снимать нельзя. Я говорю, а зря. Это была бы реклама для вас. Она. Ну, у нас такие правила. Поэтому, вот так вот. Где папа? Что-то мы заблудились, в общем, в этом торговом центре. Видела? Хотим отсюда выйти. И не можем никак найти. Боже мой, тут просто голова кружится. Реально тут сплошные магазины. Немножко, когда их так много, они немножко напрягают. Так, а вон это мы там были внизу, да. Значит, мы не туда идем. Нам надо в другую сторону. Пойдем. Вон там кафе Булгари. И продается украшения, сумочки. Но они так его сделали на таком отдельном пятачке со столиками, что можно подумать реально, что это кафе, в котором продают пиражные. А это такой пятачок с магазинами. Тут такой зал красивый. Тут он такой идет по кругу. Но все идет... Вон там машинка поехала. Все идет с магазинами брендовыми. Здесь в середине какое-то что-то, видно, рекламируют, что-то будет открытие скоро. Какой-то магазин. Да, вон в Вивитон. Там такие прикольные инсталляции. Рыбки, стульчики. Пытаемся найти выход. И вот не можем найти его никак. Нашли мы мороженое и нашли выход. И вот такое мороженое здесь. А это сорбет? Это сорбет, да. Это... А он... Да, Манис, это сорбет. Это фруктовое. Это фруктовое мороженое? Да. Оно так сделано, да. Да. Красиво. А есть вот такое вот мороженое? А сорбет это как? Сорбет это фруктовое. Я буду сорбет. Сорбет хочешь? Да, какой ты хочешь? Я кошечку. Кошечку хочешь? Сорбет. Ркутная? Да. Да? А ну, покажи, какой она тогда. Ванильная и с трем баре чоколад. Короче, клубничный шоколад. А наш папа не любитель мороженого и сладкого. Уже есть второй раз мороженое, Анюта правильно подметила. Вот так бывает. Да. А я вообще не хочу мороженое. Я так наелась, что мне вообще не хочется есть. Вот только вот корм сладенький. Вон выход. Пойдем вдохнем воздухом. А вот на таких машинах ездят полицейские. В Дубае. Это Бентли? Пожалуйста. Нет. Королева на Роллс-Ройсе. И на Мерседесе. Вот таком. GT. Вот так вот полиция здесь. Ну, по-моему, это новенькие машинки стоят здесь для красоты. Хотя там полицейские вон стоят. Может быть, и ездят на них. Вон такое сердечко. Анют, иди сюда. Нет, ездят, смотрите. Уезжают. Смотрите, какой полицейский. Какой большой полицейский, красивый. И вот такой араб. Садятся. Да, садятся. То есть ездят. Не показуха. Все, вот они. Оп. Народ сейчас разойдется. Все, завелись. Завелись. Генералы пещеных гарниров. Да, ты видел, какие полицейские? Все, включил вот мигалочку. Молодые люди попросили у них сделать фото. Они сказали, окей. Вот они включили. Все, ждут, когда сделают фото и будут уезжать. То есть культурные полицейские? Сейчас вытрем. Все. Все. Поехали. Да, сейчас даю салфеточку. Вот, видите, уезжают. Культурно, медленно, никого не пугая своим миганием. Просто уезжают. Вот так. А почему они не в форме? Почему они в форме были? Это у них такая форма полицейских. Просто мы привыкли к другой форме. У них своя форма. Вот так все светится здесь. Не знаю, мне кажется, да, ночной Дубай, это другой Дубай. Вот. Ламбик. А это Ролл Кройт, да? Я уже начинаю понимать. Это Ролл Кройт, да? А это королева на таком езде. В общем, здесь тоже выставили вот машины. Мы тут не хотели. Когда мы тут ходили? Смотри, мы туда не ходили. Мы тут не были. Мы тут пытались выйти, а потом туда машины ехали. А, да? И мы ей помним. Это когда мы уходили, точно. Я просто не помню, реально. Тут столько всего. А, ну тогда там и погулять тогда негде, да? Сейчас пойдем, разведаем обстановку, что там. Первый раз вижу араба в таком белом одеянии, у которого жилеты, который чем-то руководит. Обычно обслуживающий персонал, это индусы, пакистанцы и так далее. Такой фонтанчик здесь. Здесь, кстати, я не знаю, нет ни центрального выхода, ничего. Почему здесь так красиво? Это, наверное, вот к этому зданию что-то примыкает. Куда пойдем? Пойдем туда? Разведаем, что там. Ну, это люди, наверное, с Акхии идут все. Пойдем туда. Пойдем туда. Субтитры сделал DimaTorzok